Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня вновь говорим о спорте, тем более, что у нас поводов всегда много, потому что наши спортсмены выезжают за пределы Московской области и даже за пределы Российской Федерации для того, чтобы поучаствовать в самых различных соревнованиях, даже несмотря на трудные пандемийные времена. И я рад приветствовать в нашей студии председателя Федерации самбо городского округа Люберцы, тренера по самбо Виктора Худякова, который у нас уже был. Здравствуйте! И спортсмен Федерации самбо, мастер спорта России по самбо Иван Захаров. Здравствуйте, Иван! Здравствуйте! Вы у нас как бы новичок. Да. Но это хороший знак, потому что медали идут, 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 и потом вновь и вновь мы встречаемся. Правильно, Виктор? Да, да. Общались. И, как вы понимаете, речь тоже у нас идет об очередном участии в международном турнире. Вот давайте, Виктор, сразу расскажите, что это за турнир. У меня тоже здесь написано. Я знаю, что он 34-й по счету, значит, он солидный. 34-й традиционный, да. Это в республике Кыргызстан проводятся соревнования. Город-курорт Чолпон-Атан. Да, совершенно верно. Соревнования по самбо, памяти воина-интернационалиста Виталия Гордеева. Команер Ордена Красной Звезды. Да. И соревнования представительные. Обычно они собирают большое количество стран-участников. В этот раз их чуть меньше. Но конкуренция хорошая. Это такое соревнование на стыке Европы и Азии, где наши спортсмены, сильнейшие российские спортсмены, могут проверить себя на фоне азиатских лучших борцов. Ну, расскажите, какую весовую категорию, какая медаль? Докладывайте нашим зрителям. Весовая категория 71 килограмм. 71. 71 килограмм. Бронзовая медаль. Третье место. Было достаточно нелегко. Было много различных моментов, которые повлияли на третье место. В общем-то... Климатические условия, так понимаю. На дуровне моря там какие-то, да? Ну, прежде всего, я ехал за золотой медалью. Да, у меня были другие, да, совсем мысли. То, что ехать только за первой и побеждать, и побеждать. А здесь так получилось, что проиграл этот спорт, это нормально. То есть, я когда это принял нормально, то есть, ну, надо было восстановиться после схватки и выходить. То есть, была утешительная встреча за третье место и уже... Это утешительная называется? Нет, утешительная это до третьего места. Понятно. А потом, после утешительной, у меня уже была схватка за бронзовую медаль. То есть, встреча... Сколько всего, кстати, схваток? Три встречи были. Да, за третье место я проигрывал 1-0. Встречу всю. Встречу я проигрывал 1-0. То есть, был момент, когда... Даже бронзовые медали могли быть. Да, то есть, я думал, что все. Я не могу проиграть, но я в этот момент проигрывал. То есть, здесь уже был момент характера. На характере, то есть, я пошел, то есть, я понимаю, что оставалось там 20 секунд, 15-20 секунд. И на вот этих последних секундах я выиграл победу. То есть, я вырвал два балла, железных два балла. И встречу я закончил, да, с отсчетом 2-1. Ладно, вот скажите, правда, что у спортсменов, когда вот такой момент переломный, ощущение такое, что время немножечко замедляет? Помните знаменитые 3 секунды в Мюнхене, 72 года в баскетболе? Ну, это и в кино можно показать, и так, кстати, и реальный эскадр, когда кажется, что мяч так медленно летит. Вот у вас было ощущение, что вы регулируете этим временем? На этим временем регулирую, когда падаешь. Когда, то есть, тебя ловят на бросок, и тебе в этот момент надо выкручиваться, и время замедляется. Вот эти, как вы говорите, 3 секунды, то есть, у нас доля секунды это. У нас не 3 секунды, а доля секунды. Доли секунды. То есть, да, доля секунды, ты замедляешься в свое время. То есть, ты пытаешься выкрутиться, то есть, не упасть не на численные 4 балла, а на балл или вообще выкрутиться без оценки. Ну, давайте мы спросим сейчас у тренера, потому что одно дело, когда спортсмены рассказывают, ну, конечно же, интересны наши переживания, тем более, что самбо у нас постепенно, ну, постепенно теперь уже олимпийский, фактический вид спорта. Об этом мы поговорим, кстати, во второй части, и вообще о самбо в городском округе Либерца и о самбо в мире. Виктор, а правда, что тренер все-таки всегда рассчитывает на золото, но иногда знает, что будет бронзу? Да нет, наверное, не право. Убрали, я имею в виду, на Ивана нападали, что ж ты… Нападать не нападали, тренер, ну, скажу по себе, тренер всегда рассчитывает на максимальную отдачу. Понятно. А результат, он складывается из очень многих факторов. На самом деле, тысячи факторов влияют на конкретный результат в конкретный день, в конкретную секунду. Поэтому сказать, что мы не хотели золота, ну, это, конечно, неправильно и нечестно. Конечно, мы хотели, и любой спортсмен российский, который выступает на международных соревнованиях по самбо, он априори борется за золото. В данном случае, ну, я уже сказал про много, про большое количество факторов, да, и тут тоже у нас одни сборы прошли, вторые, ну, вторые мы вот выезжаем, то есть конкретно к этим соревнованиям мы не подводились. Это такой старт был между сборами, в котором важно было получить опыт, не в супероптимальном состоянии. И Ваня ехал только из-под нагрузок, сразу на высоту, поэтому результат нормальный. То есть, немножко как эксперимент, да, Иван? А я так понимаю, это как бы был взрослый чемпионат. Раньше вы участвовали в юношеском международном, да? В юношек, да, выступал. А это уже как бы вот, ну, такой уже мужчина, мужской вид спорта, то есть уже взрослый. Скажите, а кто получил первое и второе место, я имею в виду, какие страны? Страны Киргизии. Оба, да? Ну, тут, наверное, еще и стены помогают. Я думаю, что если бы в Люберцах проходил этот международный турнир, то, наверное, по-другому было бы. Кстати, по поводу, что вид спорта, да, смотрите, тэквондо, да, на Олимпийских играх. Другие страны там, ну, легко забирают, да, и те, кто стояли у истоков, да, создатели этого вида спорта, они вдруг немножечко стоят в сторонке. Поэтому надо всегда знать, что конкуренция растет, и это хорошо, потому что если не будет конкуренции, тогда неинтересно бороться. Никому, кроме нас. Мало того, Иван, я так понимаю, что при получении бронзовой медали уж точно такая внутренняя спортивная злость появилась. Теперь борьба должна идти за золото с утра до вечера. Ну, прежде всего, я получил опыт, большой опыт, это с другими странами, то есть Киргизстан, это вообще-то страна очень приветливая, то есть там очень добрые люди, они всегда, то есть даже особенно, не только особенно, в другим странам, то есть они всегда с рукой, они всегда поддерживают, то есть они всегда накормят в прямом смысле этого слова. Это да, это да. Да, они очень хороший народ, да. Может, они вас перекормили, я так думаю, перед соревнованиями специально. Нет, после страны они накормили. Накормили, да. А скажите, вот в вашем виде спорта очень же важно, ну, насколько я так понимаю, некая еще спортивная гибкость, да. Если мы возьмем азиатские страны, я имею в виду, и даже Японию, там, Китай, Монголию, всегда мы помним, да, даже все виды их спорта исторические, они все рассчитаны на гибкость тела, да, на умение, как, не только владеть им, но умением, скажем, уходить от чего-то, не подставляться. Вот как вы считаете, мы менее гибкие, я имею в виду, европейцы, чем азиатские спортсмены? Да, в принципе, здесь момент какой идет, у них заниженный таз идет, с ними очень сложно бороться, то есть в плане корпуса, то есть здесь были какие-то моменты у меня... Конституция тела по-другому. Да, 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 у нас, то есть я пытался бросить за ноги, а они на это рассчитывают, то есть они знают, они чувствуют очень хорошо ноги, и пройти к ним нереально, то есть есть моменты, которые можно пройти, но это, знаете, один из тысячи моментов, которые можно пройти. Вот видите, мы еще один секрет раскрыли для тех, кто будет часто в таких чемпионатах. Виктор, еще один такой вопрос. Сейчас все спортсмены плачут, ну, если не брать Олимпийские игры, все-таки они состоялись, все хорошо, но спортсмены в основном плачут, в кавычках, по поводу того, что соревнований меньше, что вот был год, который фактически, хоть и тренировались, но выпали. Как сейчас, вот, ребята, ездят на соревнования? У вас, я так понимаю, с утра до вечера... Сейчас плачем. Плачем, потому что слишком много. Календарь уплотнился. Пока пандемия была, соревнования не проводились. Но от того, что они не проводились, они не были отменены, как правило, а были перенесены. И вот сейчас, начиная, наверное, с февраля, да, когда начали потихонечку ограничения там, и того года, да, и мы просто безвылазны на соревнованиях. У нас еще, ну, вы, наверное, знаете, что в городе там практически все возрастные группы представлены, от там малышей до ветеранов. И настолько плотный график, что мы не всегда успеваем даже вот тренерами выезжать. Подключаем всех, кого только можно, просто чтобы обеспечить спортсменов сопровождением на мероприятиях. Сложно. Иван, еще такой вопрос. Как вот спортсмен, опять же, возвращаемся к нашему национальному виду спорта, самка, да, потому что, что нам грех отойти. Вот какое отношение у этих спортсменов к этому виду спорта? Они очень плохо организованы, прежде всего. То есть они не только, они спрашивают у нас, у русского, так сказать, народа, то есть они спрашивают, что да как, что и лучше. То есть мы провели там маленький мастер-класс такой. Да, то есть мы были, когда подгоняли вес к нам, подходили и спрашивали, как лучше. Да, то есть на такой момент, то есть они спрашивают, они узнают, то есть они развиваются в этом плане, в плане самбо. А вот есть у них тренеры из России? Или уже свои наработали когда-то? Да, по сути, это же в республике бывшего Советского Союза, поэтому школа, она единая, да, просто в свое время границы изменились, а так-то все то же самое. Хорошо. Ну вот еще возвращаясь к французской команде, да, потому что все-таки Киргизия, Россия, Казахстан, Узбекистан, это понятно, мы уже обсудили. А вот Франция, как она выглядела, Иван, вы ее смотрели там? В Франции был вообще один участник, это была женщина, Луруа, точно не помню, но она уже чемпионка мира, там же она заняла тоже первое место, выступила достойно. Мне кажется, за нее все должны были болеть, несмотря на то, что... Да, она всех прошла, и Узбечку, и Киргизию. То есть это женская, да? Она всех прошла, она прошла, так сказать, на одной ноге, то есть она уверенно прошла. А наши девушки выступали? Нет, русских не было, я же только были. Ну давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Итак, мы знаем одно, что у нас есть бронзовая медаль 34-го международного турнира по самбо памяти воинного интернационалиста кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гордеева. Этот 34-й международный чемпионат проходил в Челпан-Ата, город такой есть, город-курорт в Кыргызстане. И Иван Захаров стал обладателем бронзовой медали, он же мастер спорта России по самбо. И Виктор Худюков, председатель федерации самбо городского круга Люберца, наш уже старый знакомый, тренер по самбо. Через некоторое время вернемся и поговорим уже о самбо, о его перспективах дальнейших. До встречи. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня мы говорим о самбо. У нас в гостях председатель федерации самбо городского круга Люберца, тренер по самбо Виктор Олегович Худюков. И спортсмен федерации самбо, мастер спорта России по самбо. И обладатель бронзовой медали 34-го международного турнира по самбо памяти воинного интернационалиста кавалера ордена Красной Звезды Виталия Гордеева, который совсем недавно прошел в Кыргызстане. Иван Захаров. И прежде, как ни странно, Ивану задал вопрос, как в самбо пришли? Почему выбрали именно самбо? Или кто-то за руку привел? Мне пришел я сам. Прежде всего, я пришел сам. То есть я был в возрасте 8 лет мне было. То есть я был уже гиперактивный. То есть я бегал, я уже сам гулял, ходил. И проходили у нас в Дворце культуры соревнования по самбо. И как-то я туда попал, пришел и смотрел. То есть я загорелся. Мне понравилось все. Вот это как-то им бросают. То есть пот, слезы. То есть я загорел с этим желанием. И спросил, где у нас эта секция. То есть прибежал уже в зал. А прибежал, Завид. Видите, как не пришел, а прибежал. Виктор, и поэтому сразу вопрос, прежде чем поговорим о глобальных вопросах самбо. А куда сегодня вот сейчас смотрят нашу программу и родители, наверное, и вот ребята молодые, которые слышали, кстати, что самбо уже олимпийский вид спорта. Это значит, вдруг, скажем так, поехать за медалью. Когда-нибудь вернутся такие нормальные олимпийские игры со зрителями, скажите, куда сегодня, где приходят только вообще ничего не имеющие дети. И может быть, какой возраст и набирают. У нас вообще занимаются самбо 7 лет. И в городском округе созданы, я считаю, шикарные условия для начинающих спортсменов. На данный момент у нас 7 залов. В сентябре открытие еще 3 залов для занятий самбо. Итого 10. Итого федерация самбо городского округа Рюберцы располагается в 10 залах в разных частях города. В свое время глава городского округа Владимир Петрович Ружицкий подписал меморандум Всероссийской Федерации самбо и поставил задачу в каждом районе сделать секцию самбо. Ну и сейчас вот совместно со спорткомитетом, совместно с администрацией, с профильным замом Сыровым Андреем Николаевичем, вот всю эту работу мы ведем. Планомерно из года в год, из месяца в месяц мы открываем залы, создаем условия. Конечно, вот мы начинали в свое время в городе заниматься. Это были одни условия, это были маленькие залы, недостаточно освещенные, как правило, недостаточно хорошо доступные. Мы иногда в подвалах находились. В душных. Сейчас мы действительно получаем удовольствие от того, что наши дети могут заниматься в светлых, больших, просторных, хорошо оборудованных залах. Ну а как сам механизм? Вот сейчас кто-то захочет, запись когда идет? У нас очень хорошо работают соцсети. В инстаграме, особенно, самбо.люберцы, и там вся информация полностью. И о текущей деятельности федерации, и, соответственно, о способах записи, о более доступных залах, куда удобнее, где какой возраст лучше записаться. Это тот вид спорта, который действительно позволяет каким-то образом его применять в жизни. Дай бог, чтобы не пришлось его применять. Но если уж придется, то это тот вид спорта, которым поможет постоять за себя, постоять за близких, в какой-то сложной ситуации найти выход, который сформирует характер. Именно характер стойкий, который позволяет держаться до конца. То есть психология у этого вида спорта серьезная. Да. И это очень важный момент, который вот сам по себе вид спорта, он диктует определенные условия формирования личности. Где-то можно красиво упасть, и судья среагирует на это и сделает замечание сопернику таким образом получить преимущество. Есть такие виды спорта. Есть виды спорта, где за чрезмерную жесткость дисквалифицируют и присуждают победу тому, кто, казалось бы проиграл. Здесь у нас все не так. У нас все по-настоящему. Если ты лучше, если ты делаешь тот или иной бросок, элемент лучше, если ты сделал болевой прием, соперник сдался, значит ты победил. И мы не учим нападать, мы не учим агрессии. Мы учим именно вот этой философии нашей, нашей национальной, нашего народа. То, что все-таки если это твое... Кто к нам с мячом придет. Да, если это твое, то тогда это твое. За свое надо постоять. Понятно. Тогда скажите уже, тоже и пусть тренер ответит, и пусть спортсмен ответит, как встретили вот эту новость, что сам бы теперь у нас фактически олимпийский вид спорта. Ведь пробивали очень долго. И почему, кстати, пробили? Наверное, я хотел бы, чтобы сначала... Иван, это прежде всего новые цели. Это новое желание, к чему стремиться дальше. Так как не только чемпионаты Европы и мира, но и олимпийские игры. То есть, это мечта каждого спортсмена попасть туда. То есть, особенно в самбо. Для нас это большой праздник. А вы же понимаете, что выбор будет из всей страны? Да. Надо прям показывать. Я уж не знаю, что. Какие... Сколько сейчас, кстати, Виктор, ну примерно... Я понимаю, что вы, наверное, владеетели. Ну примерно сколько может заниматься самбо по стране? Профессиональные, я не имею в виду. Федерации много? Трудно сказать. Ну, если... В каждом городе, наверное, есть своя небольшая федерация. Это один из немногих видов спорта, который во всех регионах России культивируется. У нас в каждом регионе России есть команды по самбо. Таких видов спорта, насколько я понимаю, немного. Есть виды спорта даже с олимпийскими результатами, которые культивируются в 4-5 регионах. А вот самбо теперь... А самбо во всех. То есть конкуренция будет серьезная, но действительно появляется новая цель, да, потому что олимпиады это что-то такое уже выход в другое пространство. Ну все к этому идет, к этому стремимся. Будем тренироваться, делать какие-то умозаключения, и все к этому пойдет. Самое главное, у вас еще есть время для этого. Конечно. Я имею в виду возраст, да. Так, как говорят, самое первое, что у вас хорошее, это ваш возраст, да, для этого вида спорта. Кстати, да. Виктор. По возрасту Иван попадает. Вот. Так что, может быть, мы с будущим олимпийским чемпионом говорим. Всякое, надо будет сохранить этот эффект. Виктор, скажите, возвращаемся к нашему городскому округу. Как председателю федерации вам вопрос. Ну и в свете вот всех этих изменений, что самбо приобретает некий такой уже оттенок глобального вида спорта, а не только нашего национального, что сейчас происходит в федерации? Какие у вас планы? Вы уже немножко коснулись всяких сборов и так далее. Но тем не менее. Ну, я бы все-таки начал бы с Олимпиады. И плавно перейдем к нашим делам сегодняшним. Сама по себе ситуация в плане олимпийских перспектив складывается таким образом, что нас включили постоянными членами Олимпийского комитета, но еще не включили в программу игр. На 2024 год программа игр уже сформирована. То есть самбо туда не включен. Это практически исключено. Наши перспективы – это 2028 год, Лос-Анджелес. И там мы надеемся на то, что самбо будет представлено. Скорее всего, в каком-то сокращенном формате никто не даст полную, ну, как это обычно делается. Вы, наверное, знаете практику. Постепенно будут вводить. И главное, что, может быть, пандемия к тому времени уже окончательно закончится. Да, то есть надежда на 2028 год. Вот такой, это с точки зрения формально-юридической, с чего мы ожидаем. Да, да. Вот. Второй момент все-таки, вот сама по себе перспектива Олимпиады – это все-таки большая мечта. Потому что не так много, а в нашем виде спорта еще никто в Люберцах не был олимпийским чемпионом, не был участником олимпийских игр. И вот у меня, как у тренера, всегда была мечта, правда, в свете того, что самбо не было в олимпийской программе, я мечтал, чтобы у нас были подзюдо. Это очень смежные виды спорта, и самбисты очень часто успешно выступают подзюдо. Я мечтал о том, чтобы как тренер вырастить олимпийского чемпиона. Сейчас нам будет это сделать немножко проще, потому что, помимо того, что у нас есть дзюдо, у нас есть непосредственно и самбо, в котором я надеюсь, что мы тоже сможем в дальнейшем представлять свою страну на Олимпиаде. И федерация сейчас на это работает уже. Когда-то мы занимались в авиаторе, в маленьком зале, откуда вообще наша вся федерация выросла, и мы мечтали о том, чтобы у нас собралась группа в 30 человек. Потом мы мечтали о том, чтобы в нашем городе занималось 100 человек. Это оказалась такая цифра. 100 самбистов. Представляете, для города. Сегодня у нас вместо этого снесенного авиатора, зала, 10 залов на территории городского округа с сентября начнут свою работу. У нас на данный момент в группах зачислено 500 человек. С учетом новых залов, я думаю, что это количество вырастет. Может быть, даже двойкратно. Мы рассчитываем, что мы будем подбираться к тысяче занимающихся именно в секциях регулярно. У нас есть проект «Самбо в школу» развивающийся. Около трех тысяч школьников занимаются по программе «Самбо в школу». И на самом деле вот эти мечты, Иван тоже сказал это слово, и мы его уже повторили вот сколько раз на протяжении вот этого разговора об Олимпиаде. Эти мечты, они материализуются. Потихоньку, маленькими шагами мы идем к своей мечте. И вот, наверное, самое главное, да, и мы на тренировках говорим об этом. Самое главное для человека иметь мечту, иметь цель, иметь мечту. Вот цели можно достигать поэтапно, а мечта, она вот впереди, и мы все-таки надеемся, что когда-то эта мечта станет реальностью, и мы будем встречать здесь олимпийского чемпиона. И наш город действительно будет прославлен. И причислен к олимпийским городам фактически, да. Это будет приятно. Да, мы скажем, что не просто люберцы территория спорта, да, действительно, наш лозунг, люберцы территория самбо, он уже будет совсем по-другому восприниматься. Ну вот, мне кажется, прекрасная концовка, потому что начинали мы с трудовых будней, да, чинканад, это же тоже трудовые будни любого спортсмена. Работы много, сборы, и совсем скоро осень, она уже совсем скоро начинается. Да, слава богу, самбо – это все-таки зальный вид спорта, да, можно так сказать. Поэтому круглогодичный вид спорта. Что хочется вам пожелать? Во-первых, Ивану Захарову, мастеру спорта по самбо и бронзовым призеру чемпионата, который проходил недавно в Кыргызстане. Знаете, мы в любом случае, мы, зрители, болельщики, мы рады любой медалью. Поэтому бронза, серебро, золото – мы рады, но рассчитываем на золото. Тогда уж можно и на Олимпийских играх. Когда мы о бронзовой медали, конечно, не забудем, но это уже будет другой уровень. А вам, Виктор, сказать, что вот это действительно короткая история, которую вы сейчас рассказали о вот этих… Каждые люди же мечтают о чем-то, и приятно, когда действительно мечты сбываются. То, что есть там второе продолжение этой песни – и мечты не сбываются. Так вот, мы за то, чтобы мечты сбывались. Пожелаем вам, в вашем лице всем спортсменам готовиться к этому новому, так сказать, олимпийскому состоянию. Но при этом осенью начинается большая работа, а всем нашим зрителям, родителям, детям от 7 лет, да, пожалуйста, если вы хотите, может быть, попасть в эту самую олимпийскую сборную будущего, так можно сказать, приходите уже прямо сейчас с помощью интернета найдите и станьте участником этого движения, которое называется «Самбо». И самооборона станет неким смыслом вашей жизни. Тем более, как мы выяснили и у Ивана, и у Виктора, что это очень такой важный психологический аспект для развития ребенка. Ребенка. Для формирования личности, да? Да, для формирования личности. Спасибо вам большое. Председатель Федерации самбо городского округа Люберцы, тренер по самбо Виктор Худяков и Иван Захаров, мастер спорта по самбо, говорят вам всего доброго. Спасибо. Я тоже говорю вам до свидания. Это была программа «Открытый диалог». Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова